С 1 января 2019 года начнёт работать с реформой ТКО. Готов ли к этому наш регион? И вообще какие есть, может быть, нюансы, о которых стоит поговорить до того, как всё началось? Наш регион, пожалуй, единственный, который прошёл два раза в Верховный суд по утверждению территориальной схемы и, соответственно, оспариванию её отмены. В результате, в целом, регион у нас готов. Мы, в общем-то, территориальную схему вычищали максимально соответствующим нормативным актам, существующим и действующим. Они, конечно же, меняются с учётом правоприменительной практики и так далее. Но у нас так называемая пятая зона, где не выбран до сих пор региональный оператор, скорее всего, выбран не будет, вот она является как раз проблемной. И это послужило причиной того, что по итогам совещания в ноябре у заместителя-председателя правительства Гордеева, который является от имени правительства Российской Федерации куратором блока экологии по стране. Ульянская область отобрана в число регионов, в отношении которой силами, в том числе федерального правительства, в том числе через Роспроднадзор, территориальные органы, будет осуществляться особый контроль. Мы в еженедельном режиме отчитываемся сейчас в центральный аппарат свой, который доводит до Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации информацию. Но вот, как я сказал, пятая зона у нас достаточно проблемная, поскольку по территориальной схеме выходить за её пределы движения отходов не должны. Мы, соответственно, сообщаем, собираем сейчас информацию по всем региональным операторам об их мощностях, достаточно ли этих мощностей, есть ли уже договора на работу, соответственно, есть ли транспортные средства, у ТКО ещё есть обязанность их снабжать системой ГЛОНАСС, есть ли у них мощности по обработке, по утилизации и так далее. То есть всю эту информацию сейчас собираем и отправляем в центральный аппарат для того, чтобы уже на федеральном уровне принималось решение. У нас 28 ноября предстоит видеоконференц-связь с Министерством природных ресурсов со стороны правительства Ульяновской области с участием соответствующих федеральных органов, территориальных подразделений на территорию Ульяновской области, которые так или иначе задействованы в системе обращения с отходами, имеют какое-то отношение, в том числе контрольно-надзорные органы. Там этот вопрос, я думаю, будет также рассматриваться о готовности региона к переходу к этой реформе. Но вторая у нас проблема, это до недавних пор не было утвержденных тариф, но сейчас по последней информации, те, которые утвердили, вызвали неудовлетворение со стороны губернатора Ульяновской области. Если они будут пересматриваться, то это также будет под вопросом наличия или отсутствия тарифа к 1 января, потому что, соответственно, региональные операторы, я так понимаю, без тариф не могут планировать свою работу. – А вот, смотрите, вы говорите, скорее всего, не будет пятого оператора. Тогда кто будет нести ответственность за эту пятую зону? – Ну, собственно говоря, я упомянул о том, что у нас единственный регион в стране, который дважды прошел через Верховный суд со своей территориальной схемой. Первый раз в прошлом году была отмена, и одним из оснований было как раз, что не учтены интересы строящегося объекта, который строят нижегородские бизнесмены в Новоспадском районе. Для них выделили вот этот Южный Куст плюс Кузовадский район, шесть районов Ульяновской области, вот в эту пятую зону. Далее оспаривали уже в этом году, в 2018 году, территориальную схему снова, уже вот в таком виде. В том числе заложили в качестве одного из оснований административного истца, было, что присутствует пятая зона, в которой недостаточно мощностей. И областной суд, и Верховный суд указали на то, что, естественно, мы в первом суде выступали против отмены территориальной схемы. Я имею в виду управление Роспроднадзора было на стороне с министерством ЖКХ областным. Чтобы не отменять ту терсхему, в том числе нельзя было выделять пятую зону для строящегося объекта, потому что никаких гарантий, что он будет построен, не было. И мы сообщали, что на тот момент строительные работы приостановлены и не ведутся. На момент рассмотрения в суде в июне 2017 года. Работы уже не велись. Но, тем не менее, решение суда было, что необходимо учесть интересы этого предпринимателя и выделить ему отдельную зону, что и было сделано в исполнении решения суда. В результате вот мы получили патовую ситуацию, что по пятой зоне объект так и не был достроен, а единственный объект легальный, который в ГРОР внесен, государственный реестр объектов размещения отходов федеральных, это в Кузовацком районе, мощности которого для этих шести районов явно недостаточно. Там меньше года, а должно быть не менее 10 лет. Таким образом, по пятой зоне тупик, который, ну, назвать кого-то конкретно виноватого нельзя, потому что и правительство области, и министерство ЖКХ, и мы в суде в прошлом году говорили о том, что слишком рискованно выделять отдельно для этого предпринимателя пятую зону, если он не построит то, что случилось, вот об этом мы и говорили. Но, к слову сказать, и областной суд, и Верховный суд в 2018 году, в этом текущем году, отказали от удовлетворения искового требования о признании территориальной схемы недействительной, в том числе ссылаясь на то, что там есть строящийся объект, который предусмотрен в территориальной схеме, его мощности новые. Расскажите вот вкратце по нашу территориальную схему, то есть вот эти пять зон, они по районам распределены, правильно же это? Ну да, распределен, естественно, город Ульяновск, поделен фактически между тремя региональными операторами, Правобережье между двумя и Заволжский район между одним. В Димитровграде базируется еще один четвертый рекоператор, и, соответственно, прилегающие к этим территориям сельские районы также вошли в зону обслуживания этих региональных операторов, которые должны будут заключить договора с объектами размещения отходов, с объектами обработки, с объектами утилизации, с транспортирующими компаниями. То есть и внутри этих зон всю полноту ответственности за движение и обращение отходов, таковое имеется в виду, твердокоммунальных отходов, будут нести именно региональные операторы. То есть подразумевается, что теперь контролирующие органы, вот в том числе и мы, не будем искать, а, как правило, несанкционированные свалки, это бесхозные свалки, там поймать за руку, если не стоит видеонаблюдение, а у нас в Ульяновской области такого нет, если не стоит видеонаблюдение, то поймать за руку того, кто сваливает и организует эти свалки невозможно, то теперь региональный оператор будет отвечать за все эти региональные, за несанкционированные свалки. Именно поэтому финансовая составляющая – это появление в платежках у населения обязательного платежа за вывоз такого. То есть человек не заинтересован будет в том, чтобы куда-то еще выбрасывать. Он все равно заплатит за свой мусор. Какой же смысл, если он заплатил, его не сдать, а куда-то отвозить, еще прикладывать к этому усилию. По действующему законодательству, к сожалению, обязать заключить договор на вывоз отходов из частного домовладения достаточно сложно. Это нужно просто путем убеждения человека, что необходимо организовать у тебя вывоз, чтобы не захламлять территорию, соседей не загружать этими отходами. Раз по закону, это необязательная процедура? На сегодняшний день частный домовладение может не заключить договор. А вот с 1 января будет обязан.